Абсолютный успех. Бобруйская Белшина в числе лидеров промышленности Беларуси. Это командная работа. Как оставаться номером один? Обогащающие счеты. Правоохранители выявили преступную бухгалтерскую схему. За три года женщины присвоили себе более 163 тысяч рублей. Что грозит фигуранткам? Не продохнуть. Страну накрыла очередная жаркая волна. Наоборот, хорошо дождались тепла. Как спастись от палящего солнца? А также эффективная иммунизация, успешный рост и ощутимая помощь. Минимальное пособие по беременности и родам вырастет в Беларуси с 2025-го. Насколько? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. В четком ритме. Уборочная 20-24 не сбавляет оборотов. Аграрии республики трудятся 24 на 7. Работа кипит, а зимы рапс на зерно в Беларуси убрали с 14% площадей. Лен вытереблен на более чем 5000 гектаров, когда в прошлом году работы по этой культуре еще не начались. Травы второго укоса скошены до 50,5% от плана. Отличные показатели по заготовкам. Запасено 9,5 тысяч тонн сенажа, свыше 320 сена и почти 235 силоса. Благодаря усилиям агрономов, продовольственная безопасность под контролем. Перед нами стоит задача, которую поставил глава государства. По обеспечению в текущем году прироста сельскохозяйственного производства на уровне не менее 6-7% к прошлому году. Для этого необходимо в сельскохозяйственных организациях получить зерна в бункерном весе в объеме не менее 9 миллионов 900 тысяч тонн. Рапса более 1 миллиона тонн. Следует нарастить производство сахарной свеклы до 5 миллионов 200 тысяч тонн, картофеля до 1 миллиона 100 тысяч тонн, овощей до 600 тысяч тонн. Соответствующие задачи областям доведены. Будущее урожай пока по оценкам в полях, подчеркиваю, в полях сформирован неплохой. По оценкам эксперта, он ожидается на определенный уровень выше прошлого года. Пока не буду цифру называть, чтобы вас не расхолаживать. Но важнейшая задача – это не допустить его потерь. Это достигается проведением уборки в оптимальные сроки с максимальной мобилизацией всех имеющихся людских, материальных и финансовых ресурсов. В Могилевской области жатва идет полным ходом. Основные силы хлеборобов сейчас сконцентрированы на зимом ячмене. Всего необходимо обработать 340 тысяч гектаров зерновых. Некоторые районы уже частично приступили к уборке рапса. Среди них – Быховский, Кировский, Климовичский, Мстиславский, Славгородский, Чириковский и Чауский. Убрано 2% от всех площадей. Всего в регионе азимый раб спосеян на площади более 52 тысяч гектаров. Грабеж на пару. Сотрудники УБЭП совместно с кричевскими правоохранителями выявили преступную схему обогащения двух сотрудников одного из районных предприятий. Финансовые махинации провернули 59-летняя главбух и ее 42-летняя подельница. Владея ключом доступа от электронного счета предприятия, они в сговоре на протяжении трех лет необоснованно перечисляли денежные средства себе. Таким образом, за три года женщины присвоили себе более 163 тысяч рублей. Причем более 73 тысяч были перечислены на банковскую карту сожителей одной из фигуранток, который об этом даже не знал. Захищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями возбуждено уголовное дело. Фигуранткам грозит до 12 лет лишения свободы. Новоиспеченные первокурсники, увеличение пособий и пожеланий и предложения. Комитет госконтроля организует горячую линию для сельской местности, что волнует жителей деревень. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В первом квартале белорусская экономика продолжала расти относительно высокими темпами. Ключевым фактором оставался внутренний спрос, поддержанный увеличением реальных доходов населения и потребительским кредитованием. Благодаря положительной динамике улучшились фискальные параметры и расширился профицит бюджета. В национальный календарь прививок войдет укол здоровья от ВПЧ. Иммунизировать начнут девочек 11 лет. Кроме того, вводится бустерная вакцинация против коклюша в возрасте 6 лет. Дополнительные меры приняли в связи с регистрацией в стране 1700 случаев заболевания за последние 5 месяцев. Сейчас в списке 12 инфекций, привиться от них можно бесплатно. Минимальное пособие по беременности и родам вырастет в Беларуси с 2025-го. Для женщин, за которых уплачиваются обязательные страховые взносы, не имеющих 6 месяцев стажа, выплаты вырастут с 50% бюджета прожиточного минимума до 100 минимальной месячной зарплаты. Документ также предусматривает повышение от помощи по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком. В региональные вузы Беларуси зачислили 375 победителей университетских олимпиад. 256 человек стали студентами высших учебных заведений Министерства образования, 62 Минздрава. 22 абитуриента из числа победителей подали документы для обучения по целевому направлению. Все же остальные будут поступать на общих основаниях по результатам ЦЭ и ЦТ. Комитет госконтроля организует горячую линию по вопросам качества и доступности услуг в сельской местности. Актуальные темы – оказание медицинской помощи, создание условий для образования и занятий спортом. И другие аспекты, требующие внимания. Обратиться можно 10 июля с 9 до 5 по короткому номеру 191. Курс на победу. Белшина вошла в число лидеров промышленности Беларуси 2024. Одно из крупнейших предприятий республики отмечено дипломами сразу в двух номинациях – предприятие и продукт года. Лидерство обеспечила новинка – легковая шина, предназначенная для комплектации автомобилей БелДжи Х50 и машин аналогичного класса зарубежного производства. Перед специалистами была поставлена непростая задача – создать продукт, который по функциональным возможностям был бы сопоставим с импортными премиум-классом. Безусловно, победа в конкурсе – это командная работа. Благодаря сплоченности, трудолюбию и профессионализму специалистов открытого акционерного общества сегодня не только по дорогам Беларуси, но и Российской Федерации курсируют автомобили на шинах Бел-412. Белшина постоянно совершенствует качество своего продукта, работает в этом направлении, сотрудничает не только с национальными университетами, но и университетами Российской Федерации. Шины завода по оцениваемым показателям признаны равноценными, а по некоторым позициям и превосходят продукцию предприятий и конкурентов, представленную на рынке Беларуси. В прошлом году освоено и поставлено на производство 27 моделей. Благодаря накопленному опыту и профессионализму, Белшина ежегодно обеспечивает выход на рынок новых видов с улучшенными характеристиками. Сладкий сезон. Ассортимент рыночных прилавков кишит летними фруктами и овощами. Сотни людей ежедневно приходят на точки за пополнением запаса витаминов. О спросе и предложении Роман Костюков. Лето – самое богатое время на натуральные фрукты, овощи и ягоды. Поэтому три жарких месяца – лучший период для исполнения гастрономических желаний. По устоявшейся традиции, за витаминами бобручане идут на рынок. Цены и ассортимент, несмотря на будний день, удивляют. Есть все. Молдавская черешня от 8 до 12,5 рублей за кило. Дыня – 6,5. Арбуз – 3,5. Брестская голубика по 20. Черника местная обойдется в 12. Грибы тоже есть. Пока, правда, только лисички. За стаканчик – 3 рубля. За килограмм от 13 до 15 в зависимости от точки. Мы привозим черешню из Молдавии, из Узбекистана привоз. И получается, что нашим покупателям нравится наш товар. В этом году у нас очень хорошее качество. Это самое главное. Наши покупатели к нам приходят и покупают хороший товар. Берут не только сладкие и сочные. Продавцы подмечают – прикупить помидоры и огурцы для салатика заходят частенько. С зеленью аналогично. Вместе с тем идут не всегда к индивидуальным предпринимателям. К товарам из огорода и собственного сбора тоже высокий спрос. Ассортимент вишни и черешни представлен не только закупными, но и домашними ягодами. Скажите, почем килограмм вишни? 10 рублей. Наплыв покупателей на рынке обычно ближе к выходным. Но и среди недели около прилавков ветер не гуляет. За натуральным и вкусным к проверенным продавцам приезжают даже жители других районов. Помидорки купили и картошки. Причем взяли? Помидоры взяли за 4,50 килограмм. А картошку? За 1,80. Большая. Табрикосы берем. А почему именно здесь? А почему здесь? Всякие разные есть. Но я уже эти брала. Эти намного, вы знаете, они сладче. Приезжаю с Кировска, у нее покупаю. А что сегодня конкретно хотите купить? Ну, яблоко, дыньку, помидорку сладкую бабушке. За качеством товара ведется пристальный контроль. На территории рынка работает лаборатория Ветсенэкспертизы. Каждое физическое лицо перед продажей должно проверить свой товар и получить разрешение. Вся лесная продукция проверяется бесплатно. Всем выдается талон экспертизы. Талон выдается на количество продукции, которое пришло сегодня. На следующий день приходят, даже если с этого места, они говорят, мы все равно проверяем всю продукцию лесную. Все ягоды, которые продаются физлицами на рынке, садовые, тоже проверяются. Но так как они с одного огорода, мы продлеваем. Летом рынок переливается самыми разными цветами и ароматами. И пусть здесь не всегда получится найти экзотики гипермаркетов, но своего, натурального, хватает с изобилием. Роман Костюков, Яна Березовская, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Знойный июль. После недельной передышки в страну вновь вернулась жара. Столбики термометров поднимутся до плюс 31. Синоптики прогнозируют небольшие дожди. Местами прогремят грозы, иногда сильный ветер. Тропическая погода вынуждает белорусов искать, где освежиться за прохладой. Многие стремятся на пляж. На берегу водоема чаще всего и случается страшное. На лето приходится пик несчастных случаев на воде. Ежегодно тонут даже опытные пловцы. Но среди тех, кто в особой зоне риска, дети. В этом году утонуло 14 несовершеннолетних. Спасатели напоминают, что плавать необходимо только в специально оборудованных местах. Там, где дежурят работники МЧС, либо работники освода. Также важно не заплывать за ограждения и рассчитывать свои силы и физические возможности. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь, находясь у воды. Это может быть опасно для вашей жизни. И, конечно, это дурной пример для остальных. Помните, если с вами дети, то с ними нужно быть постоянно вместе. И ни в коем случае не оставляйте малолетних детей без присмотра. Закалываем волосы, пьем водичку, верь, тетрадки. Мороженое поставить. Мороженое, да. Наоборот, хорошо дождались тепла. Наслаждаемся. В жару, естественно, чтобы водичка была с собой. Это обязательно. Ну, кого слабенькое сердечко, воледочек. И, конечно, укрытие головное, убор должен быть, должен обязательно. Медики призывают пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей и не забывать про головной убор по возможности находиться в тени. В МЧС порекомендовали исключить обращение с открытым огнем. К слову, на фоне жары выросли продажи кондиционеров, воды и мороженого. Белорусы в среднем съедают чуть больше трех килограммов холодного продукта в год. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!